Всем привет! Сегодня в рубрике «Боксерские байки» я вам расскажу, что такое сборная СССР по боксу. Ну что, начнем? У моего канала появился спонсор «Надежный букмекер Фанспорт». Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и получите бонус до 3000 гривен. Выигрывайте вместе с Фанспорт. Все, кто помнит, что такое СССР, я надеюсь, что вы вспомните те прекрасные времена, которые были, и вместе со мной поностальгируйте, и я думаю, что вам понравятся мои воспоминания и мои байки. В то время, когда я начинал боксировать еще в далеком 79-м году, был как раз пик Советского Союза, тогда была такая большая машина, коммунистическая партия, комсомольцы, пионеры, октябрята. В общем, можно перечислять долго, но думаю, что это не так вам будет интересно, как я вам расскажу про то, как я именно боксировал в это время, и какие были преимущества, какие были недостатки в то время. В общем, все самое интересное, что было в то время, и все, что происходило со мной, именно в боксе, именно в спорте, там, школа, комсомол, пионер и так далее. В общем, когда я в 79-м году первый раз пришел на бокс, наша секция была ДЮС США, детская и юношеская спортивная школа, которая финансировалась государством, все дети занимались бесплатно. Это было большим плюсом, так как весь спорт финансировался министерством, и были все секции для детей доступны, ну, естественно, мы, ребята, были энергичные в то время, развлекательных программ у нас было мало, три программы в телевизоре, и все, книжки, школа, ну, и нужно где-то было выплескивать свою энергию, и каждый ребенок находил возможности, там, желания, чтобы где-то заниматься каким-то видом спорта. Ну, понятно, что меня завела тропинка на бокс, я этому очень рад, и бокс мне очень много дал. И в советское время было, конечно, все вроде бы легко, сложностей больших не было, особенно, там, куда-то поехать на соревнования, всегда находилось финансирование, всегда находились деньги для того, чтобы ребят возить, и мы там с удовольствием ездили по всем соревнованиям, мы летали, я даже помню, там, такие перелеты, там, Запорожье-Хабаровск, да, там, ну, в общем, по всему Советскому Союзу мы летали, но для того, чтобы попасть в команду сборной СССР, это надо было быть одаренным боксером, выигрывать соревнования, и первое мое выступление на чемпионате, ну, можно сказать, на первенство СССР, это был 1985 год, в Пензе, куда повезла нас, укрсовет, команда «Зенит», по-моему, я уже был, не помню, ну, да, «Зенит», за «Зенит» выступал общество, раньше же еще по обществам ездили на соревнования, там, ВЦСПС выигрывали, ну, в общем, очень много было соревнований, и в 1985 году мы поехали на первенство, и я тогда из всей команды завоевал призовое место, и приехав домой, я был там, там, супер популярным, можно так сказать, потому что там, где я тренировался, был большой манеж, очень много было спортсменов, и столько из всего клуба, где мы занимались, там, не очень много было, там, больших результатов, там, определенное количество, там, ну, занималось очень много детей и подростков, очень много, но не всем удавалось завоевать такие, как бы, достижения, там, в сборной СССР, там, водное поло, я помню, было, там, прыжки в воду, очень хорошо у нас было в Стреле, где мы занимались, в общем, стал я призером СССР по юношам, мне было 15 лет, мне все нравилось, но я не понимал, ну, что это такое, ну, там, СССР, ну, ребенок, подросток, в то время у нас информации такой не было, мы же не владели, это сейчас интернет, а раньше там, ну, все на примитивном уровне, там, телевизоры, и все, и там общение между собой только по, ну, было как общение, это, ну, вот, встретились, поговорили, и все, и на этом, как бы, информация передавалась из уст в уста, а не по каким-то там телефонам, там, у кого, если был телефон, это казалось, там, такое, там, счастье, что там, В общем, 85-й год, я после 85-го года перехожу уже по юниорам, там, 86-й год, и, естественно, я начинаю ездить по сборам, соревнований, очень много, начинают расти у меня результаты, естественно, что у меня появляется больше времени на то, чтобы уделить себя полностью спорту, там, спецклассы, там, двухразовые тренировки, потом, когда я попал в сборную СССР, молодежную, вот тут все и началось, это были, ребята, очень бешеные нагрузки, вы себе не представляете, в 16 лет, 17, три раза в день тренироваться, я когда-то ввел дневник своих результатов, и записывал, ну, там, свои бои, победы, даже вплоть до того, что с кем боксировал, на каких соревнованиях, и ввел подсчет боям, потому что это было раньше престижно, там, ты там, там, провел там 200 боев, там, 300, вы понимаете, да, это как бы, когда тебя в углу объявляют, там, в красном углу ринга стоит, там, такой-то, такой-то, там, мастер спорта, провел в ринге, там, столько-то, столько-то боев, чемпион там, Украины, чемпион там, Советского Союза, или там, призер Советского Союза, это, знаете, как для нас, это было вроде как, ну, знаете, что-то такое неимоверное, но это достижение, достижение, и мы, как бы, смотрели на эти достижения, и мы радовались, и это нас мотивировало, и мы все бегом в ринг, там разницы нет, у меня была такая психика, мне все равно было, я уже об этом говорил, мне все равно было, с кем боксировать, и в 1987 году я получаю и завоевываю призовое место в сборной, на чемпионате СССР, и получаю заветный приз, о котором всегда все ребята мечтали, и это мастер спорта СССР, видите, вот такой значок у меня еще остался, и даже есть корочка, это был 1987 год, вот этот значок мастер спорта СССР, это было просто неимоверное достижение, мы этому радовались, мне казалось, что я перевернул мир с головы на ноги и наоборот, понимаете, вот такая коллаборация, и казалось, что вот все, я на вершине всего, что можно там в спорте достичь, но потом, когда ты подрастаешь и понимаешь, что это только один из ступенек к твоей вершине, ну, ты уже относишься по-другому, потому что ты начинаешь взрослеть, сборная Советского Союза, это очень сильная была машина, у меня в весе постоянно было 28-30 человек, 32-34 даже, я помню, было, и когда я выступал, я каждый бой записывал, вот такой, ну, мы вели дневник, еще до этого году, мы вели дневник, сборная Советского Союза, нас проверяли дневники, дневники, все, мы записывали свое состояние, и нас даже заставляли еще, я помню, по-моему, где-то мы были в Хабаровске, или где-то там, я уже точно не помню, в каком городе, мы еще в школу ходили, мы были на сборах, и еще между тренировками мы еще ходили там на 1-2 урока в какую-то школу, нас отмечали, нам там оценки ставили, потом эти табеля какие-то выписывали, мы эти табеля привозили в школу к себе, нам по этим табелям в четверти оценки выставляете, ну, чтобы вы понимали, вот смотрите, 9 класс, 9-10 класс, я вел дневник, вот я 300 дней в году, 300 дней в году был на сборах и соревнованиях, я проводил по 5-6 турниров за год, и 5-4-5 боев на каждом, на каждых соревнованиях, откуда набралось такое количество, ну, я за всю свою боксерскую карьеру провел 327 боев, ну, это много, ребята, это так кажется, потому что там есть некоторые ребята пишут, вот, да я там провел там 500 боев, там, или там за год там 200, ну, там, я образно говорю, там есть такие ребята, я смотрю, там, когда их объявляют, они там говорят, да я там провел за 6 лет там 200 боев, ну, смотрите, в то время была большая конкуренция, большущая, столько людей в весе было, чтобы добиться результата, надо было пройти там 5 боев до финала, понимаете, и добиться первого места, это колоссальнейший труд, вот 300 дней в году я проводил на сборах, все остальное время это дома и школа, ну, понятно, что со школой была проблема, потому что уже до 7, до 7 класса поучился, потом просто чисто присутствовал на занятиях и все, ну, учился, но уже не получал те знания, которые, которые получали там старшеклассники, но держались как-то и очень были большие нагрузки, я вспомню, я вспоминаю сборную СССР, когда-то мы были, там, у нас была база молодежная в Могилеве, это последний этап из подготовки к турнирам, там, серьезным турнирам, чемпионатом Европы, чемпионатом мира или там каким-то международным турнирам категории А, ну, и мы туда приезжали на эти сборы, и у нас было три тренировки в день, и за нами смотрели, очень жесткий был контроль, потому что был естественный отбор в весе по 5, по 6 человек на сборах, заболел домой, заболел домой, ставили оценки, если плохо кросс пробежал, баллы ставили, минус 5 баллов отправляли домой, но это очень был жесткий контроль, эти дневники мы писали, их проверяли, ну, и так вот, я вот помню, когда я был, я был трехкратным призером СССР, 86, 87, 88, вот я вам покажу, вот такая медалька, у меня одна осталась, вот третье место, перенство СССР, я не помню, какой это вагода, оно не написано, ну, вот таких у меня было три медальки, вот, это такое, тоже было приятное ощущение, получать эту медаль, и когда ты выходил с этой медалью, там, приезжал домой, показывал его, там, радовался, все, но, понятно, что в то время, там, никто о деньгах вообще не говорил, потому что никому не было это интересно, все, все там, за идеи, ну, коммунистическая партия, там, этот комсомол, ох, эти были времена, ну, и сбор СССР, очень было тяжело, конкуренция была бешеная, бешеная, ну, это сейчас, приезжаешь на сборы, где 20-30 человек занимаются, мы приезжали на сборы, 120 человек, я вам расскажу, когда там, ну, сбор в Алуште был, я там байку рассказывал, как мы там в разборках побывали, а вот я вам расскажу спортивную составляющую сбора в Алуште, это, например, первый этап подготовки, там, ну, там, считается, как к сбору ФП, там, первый этап подготовки, например, чемпионату Европы или чемпионату мира, собирается нас 120 человек, 120, мы в три смены боксировали, три тренировки в день, опоздал на тренировку, минус один балл, кто был в Алуште на Спартаке, все знают эту эстакаду вокруг базы, 1200 метров с подъемами, такая была дорожка резиновая, она где-то, ну, там, полтора метра была, может, два шириной, и вот так вот мы бегали по ней, вниз-вверх, вниз-вверх по прямой, вот так вот вокруг этой всей спортивной базы. И там было моментами, где можно было не на гору бежать, а срезать мимо столовой, там, кто был, вспомнит пацанов, кто знает. Ну, в общем, можно было срезать, потому что нагрузки были бешеные, мы просто, ну, были уставшие. Нам чуть-чуть срезать, Чтобы на гору не бежать Чуть-чуть там срезал, чуть-чуть там Короче, мы старались Ну и в итоге нас ловили И наказывали Наказывали так После обеда 10 кругов Ты бегаешь А потом еще идешь на тренировку Становились тренера В тех местах, где можно сочкануть И ты бежишь Только тебя увидели Ты сочканул разу-раз Фамилию записали, минус 1 балл И вот так вот Можете себе представить 10 кругов Это 12 километров Ты только поел, а тебе жара еще помню В Алушке Все, минус 1 балл, минус 2 балл Опоздал на тренировку Все, построение утром Опоздал, еще минус 1 балл И вот так вот Насобирайся у тебя 5 баллов И что? Тебя сразу домой Раз, и отправили Не хочешь? До свидания По 6-8 человек У тебя весит на тренировке Было с кем боксировать Я когда-то помню В Алушке приехал Где-то Поставили меня с дагестанцем И говорят Там такая-то, такая-то отработка Ну, мы когда еще были пацанами Там такая отработка Ты бьешь прямой Ты там на встречу Ну, это всегда так было В отработке И мы так тщательно работали над школой И этот дагестанец Я уже не помню, как фамилию Дагестанец Или... Ну, откуда-то Честно, я не помню уже С какой страны Ну, с Советского Союза Ну, территориально По-моему, дагестанец Или азербайджанец Ну, не помню Ладно, не важно Ну, в общем, мы боксируем Боксируем Ему там, нам дали задание Там, навстречу бить Это И я, короче, начинаю Наносить удары А он просто взял наглую Подошел вот так вот Берет и мне в нос Как даст Просто так Без подготовки Без ничего Там Он, может, не понял задание Ну, так, слушай Все русский язык учили в твоем И он же мне как дал сюда Туф И у меня вот так, знаешь Вот так, я так Ну, от боли наклоняюсь Поднимаю голову А у меня вот так вот С носа юшка И побежала Фу Вот так Два ручья крови Тренер Стоп Это все Тебе же там говорили А что, ему по барабану Все Одного Как бы со строем Ну, сбил Тут подготовка Первый этап Следующий этап Мы едем в Могилев А там Чемпионат Ну, первенство Европы Там отбор Раньше же Не все Кто выиграл Советский Союз Это не говорит о том Что ты Что ты поедешь еще на чемпионат Там тоже были мутки свои И все И были шансы Всегда давали шанс Давали шанс На спаррингах Если ты был Лучше на спаррингах То тебя могли повезти Ну, в общем Он разбил мне нос Я тренеру подхожу И говорю Иван Николаевич Слушайте Ну, такая история Что ты думал Это сборная СССР Тут тебя гладить по голове не будет Тык-пык Такое не прокатит Не прокатит Ну, понятно Что нос у меня заживает Все У меня Переключение идет Фазы Образно говоря Я начинаю понимать Что если тебя Будут бить А ты будешь просто прыгать Тык-пык То это не прокатит Придется Включаться Все Ты уже Уже как бы урок получил И погнал Все На следующий сбор Ты приезжаешь У тебя уже совсем Совсем другие В голове мысли Что нужно делать И ты перенастраивайся И все И так вот Ты растешь Ты растешь Ты растешь Это Как говорится Тренируйся с сильными Будешь тоже сильнее Ну и Что такое В советское время Турниры Это приезжаешь на турнир С питанием проблемы Весогонка Сели от тебя Какие-то Я сейчас вспомню Вспоминаю Мы жили в каком-то садике Двухъярусные кровати Это был турнир в Тольятти Известный турнир А у меня как раз еще нос Побежал Я говорю Что у меня нельзя боксировать Ну надо Надо А что Давай Так у меня нос Что бы хотите Чтобы сломали Ну а что Надо хоть пару боев Надо побоксировать Я уже выходил Там один бой Второй бой Третий Вы можете снять Мне надо еще с ним Побоксировать Он меня сейчас прибет Реально Не за того Что там Это Я там боялся Просто реально Нос не зажил Так что Кто там спрашивал Так в ринг Завтра боксируешь Ее-мое Ну выходишь Хорошо хоть Было там Ну Сила удара Там по печени И все И говорю все До свидания Ну еще что Сборная Советского Союза Ну еще что Не забываешь Что ты И украинец Правильно И что у тебя В то время Первенство УССР Видите Такой медаль Просто Ну значок Остался Это не значок От медали А где-то медаль Потерялась Уже столько времени Прошло Там тоже надо было Выступать Я помню В Донецке В 88-м году Был чемпионат Украины Первенство Вернее Украины Надо было Как раз Переходной Возраст С юниором По мужикам Еще ж надо было Украины Выигрывать Понимаете Да И вот это Сборная Советского Союза Был отбор Очень жесткий Очень жесткий И Естественно Побеждали сильнейшие Самое обидное Было Когда У тебя был Шанс поехать На какой-то Турнир Или там На чемпионат Европы И Ты Выигрываешь Спарринги А тебя Не берут Просто Называют Фамилию Другого парня Это было Самое Вот У меня спрашивали Что было У тебя самое обидное Самое обидное Я сейчас просто Вспоминаю Когда Ты сидишь На собрании Потому что Раньше же были Еще эти собрания Всех собирали Там Морали Читали Рассказывали И Все Объявляют Там Состав команды И твоей фамилии Там нет Это было Самое большое Расстройство Там уже Тебе не интересовали Вот это Вот это Тебя уже Не интересовали Тебе интересовало То чтобы Ты попал На эти соревнования Чтобы ты Поучаствовал Вот это было Самое важное Самое интересное Но были Хорошие моменты С чем Они С чем Они связаны С тем Что в сборной Союза У тебя была Возможность Ездить По Сначала По Советскому Союзу Там Мы Были В хороших Местах Там Эшеры Это Абхазия Очень Классный Был Отель Приезжаешь В отель А там Шолярис Цветной Телевизор Холодильник Двухместные Номера Потому что Мы все время Жили 8 человек 15-20 В казармах В казармах Вооруженные силы Были СССР Участвовал В казармах Этих Жили Но это Конечно Условия Эти котлеты На всю жизнь В столовой Очередь Все лезут Пруд Весозгонщики Вообще Там Бегом Бегом Хапануть Потому что Ну тебя же Еще Ладно Могли Там Себе Позволить А весогонщики Бегом Эти котлеты Хапают Друг перед Другом Лезут Война Такая Не на ринге И еще И в столовой И вот так И хорошие моменты Мы приезжали Там Да В эшеры Все Ты класс Получится У тебя вид С окна Море Ты можешь Там Покупаться Все Кормили Конечно Кормили Шикарно Кормили Очень классно Красная Икра Черная Икра Там Крабы Какие-то Сосиски Китайские Тогда в Москве Вот мы были На сборах Тоже Привозили Очень много Там 12 рублей Питание В день Но Кто помнит Советское время 12 рублей В день Кто Может себе Представить Если Например Зарплата Была 120 А у нас В день Было Питание 12 рублей Вот Это тоже Был Один Из Плюсов Например В Могилеве У нас Был сбор Там Очень Классно Кормили Столько Мяса Такое Все Свежее В Белоруссии Всегда Славилось Продуктами Все Свежее Все Натуральное Горы Горы Вот так Продуктов Ну Ты Когда Вес Гоняешь Тебе Нельзя И Я вспомню Вспоминаю Азербайджанцы Ну Все Мусульманские Страны Которые Там Казахи Узбеки Таджики Киргизы Это Все Мы Жили В Одних В Одних Этих Номерах Ну В Одних Можно Так Сознать Ну В Одной Семье И Вот так В Могилев Приезжаем И Ну За стол Садимся Все Нас Начинают Кормить Ну Нормально Кормят Гарниров Ну Первые Дни Сбора Ну И так Мусульмане Которые Не едят Свинину Они же Ну Там же Накрывают На всех Там Никто Не Там Не Говорил Так Я Там Не Ем Всем Одинаково Накрывали Никто Не Спрашивал И Когда Свинина Естественно Сидят Ребята Мы Не Будем Есть Нет Нет Ребята Нет Там Нельзя Аллах Запрещает Ну Вопросов Нет Не Ешьте Ну Мы Там Как Только Начинается Переходит Вторая Половина Сборов Заходит Да Уже Там Неделя Остается Там Десять Дней До Выезда Тебе Надо Гонять Вес Убирали Там Больше Гарниров Вот Такой Макароны Приносили Меньше Этого Всего В меню Становилось Но Мясо Увеличивалось Потому Что Белок Энергию Надо Было Потреблять Нагрузки Были Большие И Сидит Такой Раз О Что Типа Аллах Простит И Пошел Рубать Я Понимаю Его Ну Представьте Не Есть Мясо Чудак Пашет Блин Три Тренировки В день На Макаронах И На Картошке Там И На Твороге Не Пойдет Надо Мясо Есть Они Всегда Давали Там С Говядину Там Там В основном Тем более Была Свинина И Курица Ну Что Приходилось Есть Аллах Говорит Аллах Сейчас Не Видит Ну Не Видит Ребята Ради Бога Кушайте Жалко Что Как бы Такие Истории Ну В Хабаровск Мы там Ездили Ну Представьте Перелеты 150 рублей Как сейчас Помню Я покупал За свои деньги Билет Ну Там Получается Покупаешь За свои деньги Билет А потом Тебе Приезжаешь Отсчитывают И тебе Назад Доведение Ты Назад Билет Покупаешь Командировочные Выписывали Ну Такие 150 рублей Что Ребята В Запорожье Самолет В 6 часов Летишь От Хабаровск Перемена Климата Ну Тоже Кормили Классно Приезжали В эти Хабаровск В Хабаровск Там Условия Там Дальний Север Далеко Типа На севере Но Обслуживание Там Было Там Саламандры Покупали В магазине На 1 2 3 Зашел Магазин Кто Помнит Саламандры Ну Как Туфли Саламандры Сколько Сто 120 рублей А мы Заходили В Хабаровск В магазин В обычный Магазин Даже Не чековый Обычный Магазин Обувной Стоят Саламандры Сколько 60 Их Цена Была 60 Кто Помнит Это Такая Ох Какие Были Крутые Немецкие Туфли Саламандры Ну Вот Тогда Еще Кубинцы Приезжали На сборы Совместные Там Мы С ними Тренировались Это Был В Коре В Северной Корее Какой-то Не турнир А Студенческие Игры Какие-то Школьные Я уже Позабыл Позабывал Как оно Все Называть Но Неважно В Хабаровск А потом Ты Начинал Ездить За границу То Мы В Финляндию Поехали Кап Страна Там Плеер Купить Тогда В то Время Я Плеер Привез И Одну Денег Хватило Только На Плеер И Одну Прозначенную Кассету ТДК Потом Ездили В Авиднам Летали Там Эти Пересадки Нас там Кормили Эти На моря Возили В общем Ты Начинал Изучать Мир За границу Начал Больше Ездить Начал Больше Ездить Ну Смотреть Знакомства Мало Того Что Советский Союз Сборная Советского Союза Представьте 15 Республик Вы Все Вместе В этой Каши Варитесь Постоянно Общение Ну Там Друзей Заводишь Не Заводишь Ну Как бы По весовым Категориям Кто-то Дружил Кто-то Я помню Дружил Большой С маленьким Постоянно Ну Когда Сборник Союза Костюм СССР Вы же Понимаете Это Какая Гордость Была Там Кто Ну Там Вот Деньги Об этом Даже Никто Не думал Или Кто-то Скажет Так Заплатили Конечно С тебе И платили Ребята В сборной Союза Я получал 300 рублей Это Не считая Что я работал Числился На заводе Инструктор Спортсмен Инструктор Такая Должность Была Я получал На заводе Деньги Потом Я получал В ШВСМ Деньги Школа Высшего Спортивного Мастерства И Довал Еще Управление Спорта Города Питание Там 560 В день Выдавалось Ну Вот И так Вот Если так Прикинь Что Как бы Нормальные Мы деньги Зарабатывали Уже Ну Вот Когда Я был Постарше Там 17 18 19 Лет Когда Еще Был Советский Союз 17 18 19 20 21 Вот В этот Промежуток Времени Ну Что Нормальные Деньги Зарабатывали Мы Себе Могли Позволить Там Джинсы За 100 Рублей Свободно Кто Помнит Что Такой Джинсы За 100 Рублей Там 150 Все Сразу Похлопают Ладоши Да Да Было Джинсы Это Было Очень Тяжело Купить И Достать Кроссовки Adidas Мы Поехали Первый Раз Ну Не Первый Раз За Границу Кроссовки Lacosta А ну Ка Вспомните Модные Эти Эти Футболочки С Воротничком И С Крокодильчиком Тоже Было Конечно Было Все Это Прекрасно Помнят И знают Так что Было Преимущество У Советского Союза В плане Того Что У тебя Есть Была Возможность Посмотреть Мир Там Посмотреть Советский Союз Хорошо Кушать И Выступать Получать Экипировку Быть Представитель Советского Представлять Советский Союз И так Далее И Того Ты известная Личность У себя В городе В Украине Тебя Все знают И Тебе Там И отношения Уважения И Это Потом Уже Уходит Никто До тебя Даже И не Вспомнит Пока Ты Сам Себе Не Заговоришь А Так Это Сейчас Интернет Хоп Быстренько Все знают Куда Пошел С кем Поехал Кто Зуб Бриллиант Ставил И Так Далее Раньше Такого Не Было Советское Время Что Там Почему Сейчас Я Смотрю Люди Не Отвечают За Свои Слова Потому Что Мы Когда Встречались С Ребятами Мы Договаривались Например О Встрече У Нас Не Было Ни Телефонов У Нас Ничего Не Было Мы Договорились Например Завтра Встречаемся В Три Часа Образно Говоря Там И Все И Ты Шел На Эту Встречу Потому Что Ты Не Смог Предупредить И Каждый Держал Слово Почему Это Поколение Всегда Цепляется За Слова Вот Ты Сказал Ты Должен Сделать А Сейчас Другое Поколение Он Сказал Мог Забыть Никакой Ответственности Он Не Несет Понимаете А Такому Человеку Такого Возраста Как Я Или Постарше Ты Говоришь Я Завтра Принесу Тебе Бутылку Коньяка И Не Принес А На Следующий День Его Найдут Его Спросят Ты Что Ты Сказал Что Его Найдут Ребята Или Кто Там Знакомый Скажут Ты Своё Слово Не Держишь Такое Время Было Раньше Это Сейчас Другое Да Сказал Принесу Бутылку Коньяка Потом Его Ищи Свящи Понимаешь Он За Базар Не Отвечает Раньше Так Говорили Ты За Базар Не Отвечаешь Получай За Это Такое Время Было Чем Отличалось Советское Время От Времени Сегодняшнего Нынешнего Потому Что Мы Сидим Это Поколение И Смотрим На Этих Молодых Ребят Они Просто За Базар Не Отвечают Тут Одно Сказал Через Пять Минут Другое А Потом Оп А Я Сейчас Полицию Сейчас Пойду Расскажу Ну Так А раньше Такого Не Было Раньше Такого Не Было Ребята Каждый Пацан Держал Своё Слово Если Ты Слово Своё Не Держал То Ты Можешь За Это Получить Выхватить И Тогда Будешь Думать И Знать Давать Это Слово Или Нет Или Я Был Не Прав Ну Так Вспомните Ребята Кто Будет Меня Смотреть С тех Времен Так Это Было Или Нет Это Сейчас Совсем Все По Другому С Этим Потоком Информации И Этими Гаджетами С Этим Интернетом Дети И Сколько Занималось В Секциях Спортивных Ребят Это Было Просто Нашествие Мы В Хоккей Играли Футбол Играли Занимались Только Исколькими Видами Спорта Одновременно Чтобы Ну Там Себя Проявить Мы Во дворе Играли Ну Стоп Футбол Сейчас Попробуй Вытащи Ребенка На улицу Только С родителями Все У всех Геолокация Там Мы Ходили По Городам Ездили Родители Нас Ждали Вот Я 300 Дней В Году Был Никто Не знал Мама Моя Не знала Где Я Нахожу Ну Как Я Там Нахожусь Что Я Там Делаю Вообще Даже Даже Не Дум Приходил Раз В Неделю На Телеграм Позвонить Или Телеграм Дать Что Ты Вроде Как На Месте А Так Никто Не знал Информации Где Ты Находишь А Сейчас Все Попробуй Там Нет Все Через 5 Минут Звонят Мой Сын Должен Быть На Тренировке А Сколько Время Сейчас 8 часов Пол Восьмого Тренировка Закончилась Он Еще Идет Домой А Мне Уже Мамы Звонят Где Мой Сын Ну Вот Такое Время Было Другое Доверие Какое Это Было К Людям Нет Я Конечно Не Говорю Что Сейчас Плохо Но Мы Просто Дети Того Поколения У У Нас Совсем Восприятие Другое И Нам Перестроиться Очень Тяжело Многие Вообще Не Перестраиваются Уходят В себя И Думают По Тот Остался В тех Девяностых А я Тоже Этих Ребят Понимаю Попробую Перестроиться Но Сейчас Не Каждый Может Понимаете И Вот Так В советское Время Мы Жили Радовались Да Было Нехватка Мы Импортных Вещей Не Имели У Нас Были Светлые Головы У Нас Не Было Такого Подхалимства Вся Вот Этого Дерьма В Голове Кого Надурить Мы Жили Светло Мы Там Во Дворе Разбирались Между Собой Там Играли Выясняли Отношения Там Да Дрались Все Бывало Там Разные Люди Бывают В этой Жизни Ну По Крайней Мере Мы Там Какая-то Честь И Достоинство Своё Всегда Могли Отстоять И Там Если Ты Не Прав Был Так Знаешь Ты Попробуй Найти Мужество Признать Это Не Каждый Это Может Понимаешь Ну Понятно Что Там Драки Все Это Все В этом Выяснялось Но Такая Жизнь Была А Сейчас Что Они Дерутся Дерутся Тоже Только Больше Сейчас Смс Сборная СССР В чем Было Хорошо В том Что Я Познавал Мир Я Познавал Людей Было Больше Общения Живого Живое Общение Чем Отличается От электронного Это Эмоции Это Интонация И Вибрация Звуков И Ну И так Далее И тому Подобное Притрагивание Обнимание Там Ну Братанчик Там Привет Там За руку Берешь Сейчас Такого Нет Все Через СМС Все Что Может Буквы Какую Могут Буквы Выразить Эмоцию Вот Вы Мне Скажите Напишите Мне В комментариях Какую Какую Эмоцию Могут Вызвать Никакой Только Ты Читаешь Так Как Тебе Удобно Может Человек Написал С юмором Или с чем-то Таким А ты Воспримешь Это Другое А когда Тебе Говорят В лицо Это Совсем Другое Восприятие Ну Что Поделаешь Так Мир Устроен Надо Не Отставать Бегом В инстаграм Бегом В фейсбук Бегом В ютуб Все Писать Все Рассказывать Каждый Шаг Свой Это Уже Это Уже Нормально Без Этого Молодежь Не Может Потому Что Это Их Стиль Жизни Это Это Нормально Но К сожалению То Общение Которое Было Раньше Советское Время Оно Уходит И Это Поколение Уже Поменялось Это Понятно Но От Этого Никуда Не Убежишь Значит Плюсы Минусы Были Чего Того Что Ты Постоянно Был В Напряжении Постоянно Был В Тренировках Это Очень Тяжелые Нагрузки Постоянно Зависел От Кого Тебя Могли Выгнать И Просто Так Ни с того Ни с сего Просто Взяли И Вот Все Ты Нам Не Подходишь На Сайте Соревнования Не Едешь И Все И С Тобой Разговор Закрыт Потому Что Не Всегда Тренер Мог Решать Вопросы Потому Что Кто Деньгами Решал Грузины Привозили Мандарины Образно Говоря Кто С Астрахани Икру Тащил За Своих Бойцов Это Присутствовало Мы Не Знали Этого Мы Не Понимали Нас Это Не Касалось Все Решалось На Другом Уровне На Уровне Старшего Тренера И Тренеров Определенных Которые За Своих Пацанов Говаривали Чтобы Их Брали На На Соревнования Там Большие Чемпионаты Мира Европы Это Все Все Договаривалось Тоже Вот Вроде Б Какой В чем Минус Был Что Например У меня Случай Был Я Рассказывал Когда-то В 92 Году Я Выиграл У Парня В первом Бою А он Поехал На Олимпиаду Вот И Все Понимаете В первом Бою Я у него Выигрываю А его Я Поехал Парню С Питера Он должен был Ехать А поехал Тот парень У которого Я выиграл В первом Бою Что это Коррупция Не коррупция В общем Советский Союз Закончился Мы Перешли В Украина Отделилась И в 92 Году Я Получаю Вот Такой Вот Значок Сейчас Это Мастер Спорта Международного Класса Уже Украины Хотя Я выполнил Этот Норматив Еще В советское Время Вот Когда Я стал Финалистом СНГ В 92 Году Ну Уже В 92 Году Появились Эти Значки И Я Уже Получил Не Хотя Я должен Был Получить Сразу Мастера Спорта Международного Класса СССР Вот Так Как Уже 92 Год Была Украина Отдельным Считалась Государством Но Спорт Еще Не Успел Перестроиться Он Еще Был СНГ Так Как На Олимпиаду Еще Ездила Сборная СНГ В 92 Году В Барселону Тогда И Грузины И Украинцы И Россияне Ездили На Эти Олимпийские Игры Вот Так Что Советский Союз Был Конечно Машиной Очень Сильной Для Спорта Очень Всего Много Делалось И Мы Попали Потом Уже После Того Как Распался Советский Союз Украина Украина Была Очень Бедная Страна В плане Для Спортсмена Вообще Ничего Не Делалось Мы Ездили На Соревнования Там Копейки Получали Купоны Пока Все Это Наладилось Это Ну Финансовая Составляющая Вообще Ноль Была Там Нам Стипендии Очень Маленькие Платили Мы Еле Еле Выживали Начало 90-х Там Вообще Ну Там Просто Была Копеечная История Потому Что Все Советские Наши Заслуги Ушли В никуда И Все Сборная Там Украины Там Контракт Подписывали Но Там Платили Не Очень Большие Деньги И Вот Это Все Это Питание Хоть и Оставалось Но Тоже Это Очень Было Тяжело Просто За счет Ты Ездил За счет Государства На эти Соревнования И Это Спасало Что Ты Едешь На Сборы На Соревнования Тебе Все Оплачивало Министерство А Также За Свои Деньги Выжить Было Очень Тяжело И Те Ребята Которые Не Показывали Результат Там Бедные Тренера Конечно Находили Спонсоров Все Помнят Сколько Надо Было Заплатить За Мастера Спорта Сколько Надо Было Заплатить За Проживание Питание Поехать На Чемпионат Украины Или На Какой Международный Турнир Мы Ездили Такие Большие Деньги А ну Полети На Чемпионат Мы Летали В Кубок Мира В Таиланд За Какие Деньги Каждого Каждого Аккредитуй В таком Отеле Пятизвездочном Жили Это Все Деньги Стоит Находили Спонсоров Там Заводы Помогали Министерство Там Как Могло Очень Было Тяжело Но Тем Не Менее Мы Были С Хорошими Результатами Показывали Все Что Могли Так Что Вот Этот Переход С Советского Союза И в отдельное Государство Украина Очень Сильно Сказался На Спортсменах Но Но Результаты Результаты Были Повыше Повыше Чем Сейчас Потому Что Еще Была Та Старая Школа Она Потянула За собой Всех Тренеров Всех Спортсменов Да И Вот Мы Поехали На Олимпийские Игры И В 96 Году Девять Медалей Привозит Сборная Украины А Сейчас Вот Мы Там Понаблюдайте Кто Интересуется Олимпийскими Видами Спорта Сколько Привозится Медалей Сейчас Когда Независимая Страна Украина И Когда Вот Только Была Первая Олимпиада Потому Что Все Потянулось Из Советского Союза Все Специалисты Все Спортсмены Они По-любому Должны Где-то Были Выступать Но Вот Только За Украину И Уже Появился Шанс Потому Что В Сборной Союза Было Очень Тяжело Пробиться И Была Большая Конкуренция Если Бы Так Все И Оставалось То Естественно С Украины Бы Там Попадали Бы Спортсмены Завоевывали Б Медали Но Они Считались Как Спортсменами Советского Союза А Так Как Отделилась Сразу Стрельнула Сборная Украины Ну Кто Интересуется Может Посмотреть Так Что СССР Это Одна Жизнь Украина Отдельное Государство Для Спортсмена Это Другая Жизнь И Она Была И там Хорошая И там Хорошая Там Были Плюсы И Были Минусы В Эти Всех Временных Пространствах Нашей Жизни Так Что Ребята Спорт Такое Дело Интересное Я Советую Всем Кто Хочет Заниматься Боксом Приходите В зал Не стесняйтесь Сейчас Очень Много Есть Залов Хороших И Специалисты Тоже Есть Просто Нужно В каждом Городе Или В каждом Районе В области Найти Хороший Зал И Заниматься Спортом И Занимайтесь Спортом И Делайте Ставки На Фан Спорт Подписывайтесь На Мой Канал И Переходите В Закрепленном Комментарии По ссылке Регистрируйтесь И Получите Бонус До 3000 Гривен И Выигрывайте Вместе С Фан Спорт Я Вам Передаю Большой Привет Желаю Вам Удачи Всем Пока